Дай почитать. Когда читать и писать невозможно, а буквы не складываются в слова, расплываются, скачут как гуттаперчевые, а ты скрываешь это. Все думают, что у тебя скверный характер, что ты ненормальная идиотка, уродка, глупышка, что ты глумишься над учителями, замышляешь всякие пакости. Ну подумайте, как это подарить ожидающей ребенка, любимой учительнице похоронную открытку? А очень просто, потому что Элли не умеет читать, а вместо того, чтобы окружающие, прежде всего, учителя это поняли, ее бесконечно вызывают к директору, где читывают, негодуют и возмущаются ее поведением. Так начинается грустно и жестоко книга Хант Элли, которая не сдается. Так бы все и продолжалось, если бы однажды в класс не пришел новый учитель, внимательный каждому ученику, применяющий нестандартные подходы к обучению, воспитывающий пониманием и добротой. Мистеру Дэниелсу удалось расположить к себе Элли, помочь ей преодолеть дислексию и покорить книги. Он доказал всем, что Элли и все остальные ученики уникальны. Элли каждый год меняла школу и длилась это семь лет, терпела насмешки, откровенные издевательства, считала себя никчемной и ни на что не способной глупой. А как трудно во всеуслышании признаться в своем недостатке. Научитель разбудит в Элли решительность, волю к победе, умение ответить обидчикам. Повествование ведется от первого лица, от самой героини. И мы проникаем в ее мир, в ее восприятие окружающего. Любопытно, что вся эта грустная история со счастливым концом не выдумка, а история жизни самой Линды Хант. Эта книга о добре, о взаимопомощи, о том, что любые трудности можно преодолеть, если у тебя есть надежные друзья и люди, которые тебя ценят и любят. В книге не обозначено художественное время и пространство. И создается ощущение, что все происходит где-то рядом. Написано проникновенно, искренне, с юмором. Книга поучительна и полезна как для подростков, так и для их родителей и учителей. Да, надо иногда постараться посмотреть на мир глазами ребенка. Да, и, конечно, всегда побеждает трудолюбие, добро и дружба. 12+. Дай почитать